Болельщики кричат на трибунах, дают советы своему товарищу. На матах идет активная борьба. На международный турнир по джиу-джитсу IBJJF Moscow International Open приехали более 300 спортсменов из 16 стран. Самые напряженные бои, конечно, за призовые места. Сейчас просто как бы уже финишная прямая, здесь нельзя допускать никаких ошибок. Всячески работали, тренируем то, что делаем, больше ничего. Больше всего борцов из России, но есть из Бразилии, Италии, Испании и других стран. Такие открытые чемпионаты проходят по всему миру. Победа в турнире, организованном федерацией IBJJF, считается очень престижной. Прямо сейчас проходят четыре чемпионата. Один чемпионат в Мексике, один здесь в Москве и в других местах. Популярность бразильского джиу-джитсу стремительно выросла по всему миру. И проходят много соревнований в других городах, как сейчас в Москве. Бразильское джиу-джитсу появилось в начале 20 века. Произошло от японского джиу-джитсу и дзюдо. Его создателем считается Митсу-Йо Маэдо. Но по-настоящему популярным этот вид единоборств стал в начале 90-х годов прошлого века, когда мастер смешанных боевых искусств Рой Грейси победил с помощью борцовских приемов более крупных соперников. Основная борьба в бразильском джиу-джитсу идет в партере. Спортсмены используют болевые приемы и удушения, с помощью которых стараются заставить противника сдаться. Каждое действие, которое приносит прогресс в бою, приносит очки. Например, если вы свалите противника на землю, это два очка. Если вы контролируете его со стороны, пройдя его защиту, его ноги – три очка. Позиция удержания – маунт – четыре очка. Но не важно, сколько у вас очков – 12-0, а противник провел силовой прием. Вы похлопали, что сдаетесь. Он выиграл. У Дауда Адаева черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Но на этих соревнованиях он присутствует только как тренер. Следит, как выступают его подопечные и как проходят схватки представителей других команд. Я сейчас больше как тренер секундирую ребят, смотрю над ошибками, над чем надо работать. И мотивирую. Сейчас Дауд комментирует бой между Никитой Боковым и Сергеем Шевчуком. Попытка произвести болевой прием под названием треугольник – triangle choke. Удушающий прием производится с захватами ног с помощью бедер. И сейчас нижний в белом кимоно спортсмен корректирует захват для того, чтобы удушающий прием проходил более плотно, завести бедра более плотно на сонные артерии. За попытку проведения приема спортсмен в белом кимоно Сергей Шевчук получает два балла. Схватка продолжается. Спортсмены почти сразу переходят к борьбе в портере. Несколько попыток и Сергей проводит удушающий. Спортсмен в синем пытается выбраться. Терпит удушение. Обычно удушающие приемы терпятся в течение 15 секунд. Это подготовленные спортсмены. Они могут перетерпеть. Даже если сонники перекрыты и кровоток не идет в мозг, подготовленный спортсмен 15 секунд терпит. Ну и, соответственно, видим, что соперник чуть потерпел и произвел сдачу. Этот бой завершен досрочно. Удушающим приемом. И, соответственно, судья поднимает руку. Все-таки все прошло практически по плану, который я на схватку предусматривал. Пройти, затянуть гард или свалить. Дальше немножко поработать на позициях, набрать баллы и закончить досрочно. Сергей Шевчук начал заниматься бразильским джиу-джитсу уже в зрелом возрасте. Говорит, что этот спорт полностью изменил его жизнь. Я пришел в 32 года. Ну, почти в 33. А сейчас уже 38. И чувствую себя прекрасно. Чувствую только одни положительные какие-то моменты, одни бонусы и выигрыши от занятий, тренировок. А этот бой необычный. В нем участвует мастер бразильской капоэйры Роман Белов. Роман занимается боевыми искусствами около 30 лет. И старается найти для себя что-то новое. Грубо говоря, ближе к 40. Захотелось что-то новое, еще интересного. Как-то ощутить себя молодым в начале пути. Просто ты уже так, я достаточно давно уже, ну так сказать, пребываю в роли такого мастера-наставника уже, да, там. В тех видах, которые я развиваю, в капоэйре в частности, да. И захотелось вот заново какой-то новый путь освоить. Это всего вторые соревнования по джиу-джитсу у Романа Белова. Знание других единоборств помогает, говорит Роман. Некоторые переходы, которые есть в капоэйре, работают и в джиу-джитсу. Но самое главное, эта борьба, по словам спортсмена, может помочь тем, кто ее изучает в жизни. Например, отбиться от нападения на улице. Очень интересное боевое искусство. Большой набор техник, которые работают реально в жизни. То есть это не просто формально, что вы, ну, грубо говоря, учите это для красоты. А ты реально тренируешься и знаешь, что эта техника будет применима в разных ситуациях. На соревнованиях есть несколько категорий. Для молодых спортсменов и для тех, кто в возрасте. Самому старшему участнику чемпионата 60 лет. Бразильское джиу-джитсу популярно и среди девушек. Джиу-джитсу, оно вообще для всех. Много девчонок занимается, приходит. Это же самооборона. Это все равно физическая подготовка. Ты хорошо себя будешь чувствовать внешне, выглядеть внешне. То есть, ну, я уже сказал, для людей за 30 идеально подходит. Бразильское джиу-джитсу считается малотравмоопасным видом единоборств. Тут нет ударов, практически не используются броски. А схватка прекращается, как только один противник сдается. Главный принцип бразильского джиу-джитсу – физически слабый, но технически подготовленный боец сможет одолеть противника, каким бы сильным тот ни был.